С динамичным движением вперед, в частности инновационных технологий и разработок, стало очевидно, что развитие образовательных программ и меры по повышению позиций в рейтингах нуждаются в постоянной корректировке. На этот раз изменения в работе ожидают приоритетные проекты Министерства образования и науки РФ, позиции КФУ в глобальных и предметных рейтингах, основные структурные подразделения и инновационные проекты. По первым трём из них докладчиком стал проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ. Прежде всего проректор обсудил с коллегами приоритетные федеральные проекты, в которых КФУ уже принимает участие. Здесь и программа повышения конкурентоспособности, и с другой стороны, как создание региональных центров инноваций. Приоритетный проект называется ВУЗы, как центры пространства создания инноваций. Когда разговор идёт о превращении университета в инновационный центр, прежде всего мы должны вести проекты, которые продвигают предприятия, территории, региона. За каждым из приоритетных проектов решением ректората были закреплены ответственные лица – проректоры и директора департаментов и институтов. Впрочем, даже те, кого не назвали, от реализации не освобождаются. Ведь воплотить проекты в жизнь возможно только при консолидации всех возможностей университета. Особо ректор подчеркнул важность работы по популяризации науки и продвижению исследований, что вполне могут повлиять на увеличение заработной платы. Планируется, что заработная плата должна удвоиться по отношению к средней по экономике уже к 2018 году. Сейчас будут споры, потому что мы в любом случае до конца года должны и первый квартал должны выполнить указ президента Российской Федерации об удвоении. Мы еще не знаем, сколько будет средней заработной платы по республике, поскольку поднятие и нашей в том числе зарплаты, и бюджетных организаций, она приведет к поднятию общего среднего, то есть все время будет. В рамках следующего вопроса обсудили рейтинг структурных подразделений, на которые интересно было взглянуть всем. В естественно-научном блоке лидирует Институт физики, в гуманитарном блоке на первом месте Институт филологии и межкультурной коммуникации. Не упустили из виду и итоги прошедшего в Калининграде семинара совещания проектного офиса 5100. Была названа дата, когда состоится защита КФУ для определения объемов финансирования в рамках проекта 5100. Это произойдет 27 октября в Екатеринбурге. Следующим стал вопрос о проекте программы развития робототехники и отражении этой темы в учебных программах. С докладом выступил проректор по образователю деятельности. Я хотел бы директоров институтов представить свои соображения именно в виде такой дорожной карты по развитию, по предложениям. Все вопросы, затронутые на ректорате, требуют скорейшего практического решения. Так что, скорее всего, результаты принятых решений не заставят себя долго ждать. Аделья Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова